Потоп на улице Суздальской. Жители 18-го дома бьют тревогу. В подъезде нет дверей, кругом вода. Заходить внутрь приходится по кирпичам и доскам. Жителю уверены, до дома на отшибе никому нет дела. Дом управления обращались. Они обычно каждый год весной и осенью приезжают, выкачивают воду из ям. А тут с 16-го года их не было. Последний ремонт был в 1999-м. 15 лет назад дом начал рушиться, а теперь здесь полный набор. Помимо постоянного потопа, который зимой иногда подмерзает, разрушенный фасад, туклявые деревянные перекрытия, да и крыша совсем худая, жители второго этажа всерьез опасаются за проводку. Вот у нас такое безобразие идет. Вот видите, что у нас в подъездах. Никогда платим за то, что мы платим здесь коммунальные. За что мы платим, мы не знаем. У нас ни разу не красят. Вот я 43 года живу, нам ни разу не красят. Ни разу нам ничего не делали. Это вообще. А платим за что деньги? Мы не понимаем этого. В доме живет много пожилых людей. Пенсионеры, ветераны труда, вдова чернобыльца. Для них путь до колонки в магазин становится с каждым днем все опаснее. Несколько квартир здесь муниципальные. Домом сейчас управляет ООО «Город». На обращение и звонки управляшка не реагирует. В администрации пояснили последняя возможность для жителей поправить ситуацию – обратиться в МУПС ЖХ или управление благоустройства. Понятно, единственное, что мы круглосуточно все-таки, к сожалению, не работаем. Можно в ЕДДС сообщить. Они отреагируют. Нам, соответственно, с утра оперативная заявка поступит. У СЖХ дежурные бригады есть. Максимально быстро могут они отреагировать. Ответственность за водоотведение лежит на управляющей компании и предусмотрена договором. Однако пока эти работы по мере сил и возможностей почему-то выполняют сами жители. Им только и остается копать канавы, чтобы ходить хотя бы не по колено, а по щиколотку в воде. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.